Детская библиотека закрывается. Новость мелькнула в интернет-пространстве на днях и вызвала немало противоречивых комментариев. Однако неоптимистично настроенные граждане, похоже, что-то недопоняли или просто недослушали. Библиотека действительно закрывается, но обещает в скором времени открыться. Вернее, ее обещают открыть в конце 2019 года обновленную, красивую и, главное, теплую. Библиотека существует в этом здании с 1970 года, практически полвека, в течение которого не было капитального ремонта. И те условия, в которых занимаются наши дети, конечно, желают оставлять лучшего. У нас устарел и не соответствует теплотехническим характеристикам вся фасадная система в здании библиотеки. Поэтому предполагается изменить ее на новую, уникальную по своим характеристикам и по солнцезащите, и по энергоспережению. В апреле этого года были проведены геологи, геодезические экспертизы и обмерные работы. С проектировщиками сотрудничало не только руководство библиотеки. Оксаковку будущего обсуждали в соцсетях. Был организован конкурс, в рамках которого посетители библиотеки, в том числе и самые маленькие, получили возможность предложить свои решения. Самые лучшие идеи войдут в итоговый проект, на данный момент находящийся в разработке. Вынашивать его будут 9 месяцев. Пока же библиотека работает в штатном режиме. Перед Министерством культуры, перед Департаментом архитектуры, перед Департаментом имущества земельных отношений, естественно, перед нами стоит задача подобрать то помещение, куда бы мы могли перевести свои фонды. Они у нас многочисленные, это более 200 тысяч экземпляров. И плюс разместить отделы, которые связаны непосредственно с организацией работы с фондами. Из областного бюджета на реконструкцию Оксаковки будет выделено порядка 300 миллионов рублей. После освоения которых в библиотеке, помимо читальных залов, появятся конференции, кинозал, школа ораторского искусства, кафе, книжный магазин и даже зимний сад. Масштабная реконструкция ждет и территорию перед библиотекой. 11 гектаров земли постараются использовать максимально эффективно. Здесь предполагаются зоны для чтения на открытом воздухе, многофункциональный многоуровневый деревянный помост, эстрада и игровая детская площадка. Словом, планы грандиозные и вполне осуществимые. Не так давно подобную реновацию пережил областной дворец творчества детей и молодежи. В 2010 году было выделено порядка 90 миллионов рублей на полностью капитальный ремонт и реконструкцию здания. Была произведена замена инженерных систем, облицовка здания. Все, что вы видите внутри, это все отремонтированное на эти средства. Кроме того, порядка 40 миллионов выделено дополнительно на оборудование. У нас имеется огромный концертный блок, и в зале изменены механизмы сцены. Кроме того, были оснащены аудитории образовательные различным оборудованием. Это и 100 компьютеров, это 10 интерактивных досок, это серверные, плазмы и многое другое. В ближайшем будущем библиотека, дворец молодежи и прилегающие к ним территории должны стать средоточием знаний и увлекательного досуга. Привлечь сюда жителей области и туристов должен и еще один проект. Я бы хотел напротив вас и дворца молодежи, пионеров, разместить вот эти все 100 книг, основных 100 книг, которые должен знать каждый молодой человек. Если он хочет, с гордостью говорить о том, что он гражданин России. Не знает в какой форме. В форме памяти каждой книги. В форме, так сказать, там, я не знаю, какой-то интерактивной вещи. И меня не смущает о том, что сегодня пока далеко не все это поддерживают. После завершения масштабной реконструкции библиотека имени Аксакова получит статус дворца детской книги. Ее сотрудники уже сейчас обратились с просьбой к Сергею Морозову дополнить новый статус званием губернаторский. Гульнара Шарипова, Александр Кудряшов, репортер 73.